Здравствуйте! Сегодня будем пробовать готовить вкусное эспрессо дома на такой кофеварке Равента Пролют. 15 бара надавит. Обязательно для того, чтобы начать с ней работать, нужно проверить количество воды в баке. В принципе нам позволяет. Сначала включаем ее на подогрев. Вот она начинает моргать. Ждем обязательно минут 15 для того, чтобы нагрелся бойлер и нагрелся рожок. Для того, чтобы ускорить этот процесс, я вам покажу, как это сделать. Рожок обязательно должен нагреться для того, чтобы кофе сварилось. Вот она у нас моргает. Моргает. Сейчас должна погаснуть. Она остановилась. Это означает, что бойлер нагрелся. Но рожок сам, в котором готовится кофе, он еще не нагрет. Он должен быть нагрет до температуры, ну хорошей температуры, чтобы вы к нему не могли дотронуться. Ну как дотронуться, но могли, но не очень приятно было это. Вот. Теперь ждем минут 10. А, кстати, для того, чтобы не ждать 10 минут и сократить это время, до приблизительно минут 5 можно провести вот такую вот штуку. Переключаем кофеварку на слив воды. Бойлер у нас нагрелся до температуры 90 градусов. Теперь нужно слить воду для того, чтобы рожок нагрелся более гореть. Вот идет слив воды. Сливаем, сливаем, сливаем. Так, мне думаю, достаточно. Ждем еще пару минут. Вот, для того, чтобы холдер более нагрелся. А, ну вот, он уже достаточно горячий. Вот, ну пока что расскажу вам про 15 бар. 15 бар для приготовления хорошего вкусного кофе это очень много. Вот, он не успеет вывариться у вас и будет без кремов, невкусный и тому подобное. Для того, здесь у холдера есть такая штучка, заглушка. Вот она. Вот такая штучка. Вот она расположена в самом холдере. Вот, и она не дает сильно сразу продавить кофе. Вот у нас сеточка, фильтр. Вставляем, вот она там между ними. Вставляем, зажимаем. Подождем еще чуть-чуть и будем готовить. Также у этой кофемашины присутствует нагрев чашек. Сверху. Вот так он выглядит. Вот, с таким бортиком, чтобы чашки не выпали. Очень удобная штука. Да, реклама на скафе, конечно, но я думаю, они мне за это не заплатят. Вот, ну сейчас подождем еще 2 секунды, чтобы нагрелся рожок наш более подробно. А то он немножко подостыл, когда я вам показывал, что комплектующие его. Вот, сейчас подождем и начнем готовить. Так, ну что ж, холдер нагрелся. Будем показывать, как это все готовится. Сейчас я возьму тяпочку, чтобы протереть этот план. Теперь, перед тем, как начинать готовить, обязательно протираем холдер от влаги. Потому что кофе начнет портиться, когда вы будете его засыпать оттуда. Вот, протерли. Готовить мы будем 100% арабику, десерт холл. Производит киевская фирма. 100% арабика, опять-таки повторюсь, 6 сортов смешанных. Вот. Открывайся. Так, засыпаем кофе. Тачку я уже открыл. Немножко помученый с ней. Почему-то она не хотела открываться. Так, засыпаем. В холдере есть дозировки, на 2, на 2 чашки кофе. Так, засыпаем. Так, подбиваем для того, чтобы оно более ровно распределилось. И темпер у меня немножко домашний, самодельный. Вот, деревянный, сам делал. Вот, перекрученный даже на 2 болта. Так, темпируем мы 20 кг. В расчетах 20 кг на точку давим. Так, первый раз мы немножко придавливаем его. Отбиваем со стенок. Отбиваем со стенок. И теперь давим 20 кг. Раз, два. Давлю два раза из-за того, что он у меня не особо круглый. Вот, и отполировать я его не могу. Так, снимаем рукой остатки, те, что остались на бортах. Эта кофеварка имеет функцию прочистки воды. То есть, первых пару секунд она начинает прогринять воду до горячей. Сейчас сами увидите. Раз, раз, она прогнала воду. У нас есть время, чтобы ставить рожок. И мы начинаем готовить. Вставляем чашечку. Вот, и у нас сейчас будет идти кофе. Вот, кофе пошло. Холдер немножко от давления откручивается. Ничего страшного. У нас есть примерно 20 секунд содержания кофе. Так, и выключаем. Выключили все. Кофе перестал идти. Сейчас я вам покажу крема. Вот такие у нас крема. Пенка, конечно, не очень качественная, но, извините, 15 бар давления. Вот, очень хороший показатель. Пенка, кофе не изжаренный. Вот, все, что там осталось, через пару минут оно немножко стечет, и можно будет выбрасывать. Так, ну, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Далее, более подробно, в следующем выпуске покажу вам, как взбивать молоко. Здесь капучинатор, очень хорошо. Покажу, как с капучинатором. Покажу, как без капучинатора взбивать молоко. Делаем, сделаем латте, сделаем капучино. Будем пробовать. Спасибо, до встречи.